Марина Мэри Джейн. Теория пузыря. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Ведение. Теория пузыря или почему люди живут в разных мирах. Для чего я решила написать эту книгу? Все просто. Я хочу рассказать вам о человеке, который научился слышать свою интуицию. Благодаря этому умению ему удалось сломать множество вредных установок и изменить жизнь, вывести ее на новый уровень. Этот человек — я сама. Несмотря на то, что процесс слома старых установок продолжается с каждым новым шагом, жизнь показывает мне, что я все делаю правильно. Достаточно уяснить простую вещь. Благоприятный путь к желанному сценарию складывается из умения слышать себя и противостояния установкам, которые зашиты в мозг воспитанием или внешней средой. По природе я логик и долгое время жила с опорой на рациональные. Но спустя годы проб и ошибок поняла, все решения и поступки, которые, видимо, по киносмотру, пропускались не через мозг, а через чувство и интуицию, в перспективе давали мне гораздо больше бонусов. Это и натолкнуло на мысль о том, что изначально необходимо руководствоваться чувствами, а потом уже логикой. Мозг можно сравнить с телохранителем. Он защищает своего хозяина от опасности, помогает ему не обжечься и не упасть с моста в пропасть, но все равно остается лишь охранником. Однако большинство людей усаживает его в кресло директора, который единолично руководит фирмой. И это большая ошибка. Ведь охранник мыслит и действует из парадигмы «безопасно» значит «правильно». А это точно не тот путь, который поможет развитию и процветанию бизнеса, то есть нашей жизни. Согласны? Чувства, эмоции, воображение, интуитивный выбор собственного пути — вот то, что придает красок нашему восприятию мира в противовес черно-белому мышлению «хорошо-плохо». Из этих рассуждений появилась моя концепция под названием «теория пузыря». Ее главная идея в том, что все люди живут в разных мирах со своими представлениями о реальности, в пузыре с набором определенных убеждений, правил и установок. Замечали, что когда наступают непростые времена, люди делятся на две категории. От одних только и слышно, что сейчас бушует кризис, поэтому все так неудачно складывается, и пытаться что-то изменить не стоит и пробовать. Вторые же уверены, что мир поворачивается к ним передом даже в самой сложной ситуации. И так оно и происходит. «Наглядный пример – сказ о том, как я недавно свою квартиру в аренду сдавала. На мой вопрос риэлтору, почему вы за неделю мне не нашли ни одного арендатора?» Специалист ответила. «Время сейчас трудное, все уезжают из Москвы, ни одной сделки на 16 просмотров – естественное положение дел. Но в моем восприятии реальности время и обстоятельства сейчас совсем иные. У меня просторная и светлая квартира с дизайнерским ремонтом, классный район с развитой инфраструктурой. И, разумеется, новые хозяева быстро найдутся. Реальность риэлтора кардинально отличалась от моей. Она верила в свои убеждения, которые исправно работали, в ее конкретном случае. Я же случайно нашла другого специалиста. И пока он распечатывал договоры на пять сдающихся квартир, попросила добавить мою в качестве лота номер 6. Через два дня ко мне заехали новые жильцы. И в этом нет ни магии, ни мистики. Просто мой предыдущий риэлтор жила в своем пузыре, где цветет кризис, все уезжают, а квартиры сдаются медленно и мучительно. Другой пример – мой недавний разговор с папой. Рассуждая о молодежи, он сказал, парни пошли не те, недисциплинированные, изнеженные, работать не хотят, даже кровать заправить не умеют. Не то, что раньше. Я слушала его и не понимала, где он нашел таких людей. Потому что в моей картине мира и в окружении множество парней чуть ли не 16 лет покупают машины родственникам, становятся миллионерами и уезжают создавать стартапы в Майами. Люди действительно живут в разных вселенных и видят версии, которые подтверждают их образ мышления. Там, где они констатируют проблему и жалуются, другие видят возможности и шансы на миллион. Наполнение пузыря нельзя изменить. Бороться с версией мира, в которой квартиры не сдаются, а мужчины мельчают, бесполезно. Вы только сольете энергию на бессмысленные споры и попытки объяснить свою позицию. Конструктивный подход – изменить само мышление, применив инструменты, которыми я поделюсь с вами в этой книге. Они помогут перебраться в пузырь с другими исходными данными и правилами игры, в котором все происходит именно так, как нужно вам. Глава первая. Неидеальная жизнь. Минск, Дубай, снова Минск. Наверное, у каждого из нас есть две версии собственной биографии. Одна идеальная – то, как все должно было случиться, если бы шло по заранее придуманному плану. И вторая реальная – то, что происходило и продолжает происходить на самом деле. С учетом наших целей, запросов, внутренних блоков и умения прислушиваться к интуиции. Но обо всем по порядку. Моя биография начинается образцово. Умница и отличница, которая не получила золотую медаль лишь из-за пары предметов. В родной минской школе красовалась на плакатах с надписью «Ею гордиться гимназия», а когда в городе выбирали депутатов молодежную палату, была представителем своего округа. Все это не случайный набор фактов. Потребность во внимании у меня была повышенной практически с рождения. Чтобы почувствовать удовлетворение, одобрение одного человека мне было недостаточно. Родители, учителя, знакомые. Я хотела, чтобы все оценили меня по достоинству. В связи с этим, мне еще в школе было интересно выступать на сцене. Я даже хотела поступать театральной. Но родители через призму своих переживаний убеждали, звездами становятся единицы и те по связям. Они были уверены, я должна получить нормальное экономическое образование, а уже потом делать все, что мне захочется. Поэтому я поступила в Белорусский государственный университет на факультет мировой экономики, который считается очень престижным. Хватило пару недель, чтобы понять, мне тут не нравится, и экономика — это совсем не мое, но я привыкла быть послушной и инертной. Или, проще говоря, не брать ответственность за свою жизнь, сказали надо, значит надо. Когда дело подошло к пятому курсу, я решила, что ни одна из маячущих перспектив меня не радует, а именно работа в родительском бизнесе или пятидневка в офисе. Поэтому я твердо решила переехать, правда никаких активных действий я для этого не совершала. Однако внутренний запрос был озвучен и воплотился неожиданным образом. Мы с подругами поехали отдохнуть в Дубай, где я познакомилась со своим будущим мужем, в которого влюбилась с первого взгляда. Сейчас, по прошествии времени, я понимаю, ситуация с поездкой, знакомством и замужеством была своеобразной реализацией запроса «куда-нибудь переехать». Но как воплотить это в жизнь по-другому, я просто не знала. В моей картине мира не было мысли о необходимости сепарироваться от родителей или уехать в другую точку мира самостоятельно. Я считала, что мне надо выйти замуж. Тогда я поеду замужем, и все свершится само собой. Наши отношения развивались достаточно быстро. После пятого курса я сразу вышла замуж, переехала в Дубай и забеременела. Снова как надо, в первую прачную ночь. Беременность не особо помогала поиску работы на новом месте, дела у мужа пошли не очень, а свадебные деньги постепенно заканчивались, и произошло то, чего я так боялась. Нам пришлось вернуться обратно в Минск, где я родила дочку Серафиму. Со стороны моя жизнь казалась идеальной. Хорошее образование, образцовая семья. На мой 23-й день рождения брат сказал, что не знает, чего мне пожелать, ведь у меня уже все состоялось. А я слушала его и с рациональной позицией соглашалась по всем пунктам, но в глубине души не чувствовала никакой радости. Я думала, и это все? Люди приходят в эту жизнь только ради этого? С каждым новым результатом и открытым достижением я все ждала, что наконец-то пойму и прочувствую настоящее счастье. Как успешно выполнены миссии в игре, диплом, свадьба, рождение ребенка, но счастья не приходило. Мне была доступна только временная радость. После рождения дочери появились новые задачи и обязанности, которые и близко не соответствовали моему представлению о счастливом материнстве. Глубоко в подсознании я ощущала, что нахожусь не на своем месте, хотя внешняя жизнь текла по привычному руслу. Самый плохой человек. В один из дней, когда дочке было три недели, муж сказал, я выйду на 20 минут, а потом мы пойдем гулять. Спустя час его все еще не было, и я пошла на прогулку с коляской вместе с сестрой. На мой звонок и вопрос, все ли у тебя в порядке, он ответил, что не может говорить и положил трубку. Спустя еще шесть часов я получил от него сообщение, и оно было довольно кратким. Поцелуй за меня дочь, я не готов заводить семью, извини. Машину я забрал, она у меня на доверенности. То есть он просто сел и уехал в неизвестном направлении на моей машине. Следующая сцена, которая всплывает в памяти. Я нахожусь дома у родителей, с дочерью и сестрой. Сначала никто из родных не поверил в серьезность происходящего. Говорили, что муж погуляет, успокоится и вернется, но я точно знала, что он уехал навсегда. Через три дня папа позвонил в милицию и по номерам выяснил, что моя машина пересекла границу с Украиной. Там я и нашла мужа спустя еще два месяца. С поисками помогли его родители. Прояснить ситуацию удалось лишь в общих чертах, так как добиться внятного объяснения я не смогла. Услышала только, что бес попутал, я не знал, как по-другому разойтись. Сейчас я понимаю, что мы были совершенно разными людьми, с разными ценностями и потребностями. При этом мы не пытались узнать друг друга лучше, почти не разговаривали, да и не умели правильно этого делать. Возможно, если бы мы попробовали объяснить свои чувства и переживания через терапию, то нашли бы какой-то компромисс. Хотя бы пришли к экологичному разводу. Муж, как и я, чувствовал, что мы идем куда-то не туда, но оформленного разговора на эту тему не было ни в его голове, ни в реальности. Я же считала, что все стерплю, потому что вышла замуж один раз и навсегда. Реализовался мой самый большой страх. Развод. Для меня это был позор, и это означало, что я не смогла сохранить семью. Красивая картинка рушилась, причем без моего участия, а я просто смотрела на свою жизнь со стороны и думала, что именно пошло не так. И ответ нашелся. Я поняла, что по сути все это время желание для себя, а для окружающих. Для учителей, которым нужны хорошие оценки. Для родителей, которые хотели гордиться своей умной, активной, успешной дочерью. Моей главной целью было постоянно доказывать всем вокруг, что я везде и во всем молодец. Но эта стратегия не выдержала проверку реальностью. Так я осталась одна с трехнедельным ребенком на руках, без понимания, что делать дальше, чем заниматься, кем работать. Пока я занималась обустройством семейного очага, у меня не было времени разобраться в своих карьерных амбициях или пытаться реализовать какие-то задумки на практике. Да и, честно говоря, в целом не было привычки брать на себя ответственность за собственную жизнь. Теперь же меня словно бросили в холодную воду, в которой я барахталась изо всех сил. Масло в огонь подливали бестактные люди. Например, однажды во время прогулки на детской площадке я познакомилась с компанией молодых мам, которые только и делали, что обсуждали рецепты детей и мужей. Я же сказала, что разведена, на что они ответили, «Ты такая молодая, что нельзя было договориться?» В качестве подарка на 24-й день рождения семья решила устроить мне сеанс флуатинга. В числе гостей был и мой брат, сотрудница центра, которая запускала меня во флуат-камеру, подумала, что я пришла с мужем. «Это мой брат», ответила я. «А где же вы мужа потеряли? Вы же были с маленьким ребенком. Я разведена». Такая молодая и не сохранила семью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова